В этом видео я буду рассказывать о том, почему женщина обычно отказывает мужчине, когда он пытается с ней познакомиться, даже если мужчине ей вроде бы понравился, и о том, почему женщины гораздо более любопытны, чем мужчины. Раньше до появления интернета то, что баба при знакомстве ломается, объясняли врожденной женской скромностью, но с появлением интернета, я думаю, в женскую скромность уже никто не верит. Женщина не может отказать мужчине только в одном случае, если он у нее ничего не просит, но если мужчина как-то проявляет к женщине интерес, она понимает, что ему от нее что-то нужно, и сразу начинает торговаться, а отказ это просто элемент торга. Отказывая мужчине, женщина тем самым как бы говорит, я не готова продать тебе за столько, за сколько ты предлагаешь, я хочу больше. Причем отказывая, женщины как правило даже не успевают понять, что им предлагает мужчина, они это делают на автомате. В интернете полно историй о том, что женщина отказала мужчине, а он оказался богатым или перспективным, и теперь она спрашивает, как вернуть его назад. Обычно более внимательно присматриваться к мужчинам женщина начинает, когда она становится старше, и видит, что с каждым годом желающих познакомиться с ней становится все меньше. А в молодости женщине кажется, что мужчины ей будут постоянно что-то предлагать, и у нее всегда будет выбор. Кстати, вы замечали, как резко меняется отношение женщины к знакомству с мужчиной, если она вдруг узнает, что он богат, или что у него есть хорошие жизненные перспективы? Ну и как обещал в начале ролика, еще пару слов про женское любопытство. Наверняка вы замечали, что женщина постоянно расспрашивает мужчину обо всем, что его касается, ее интересуют все его секреты. Она собирает про него сплетни, роется у него в телефоне, шманает одежду и так далее. Но вот про себя она ничего не рассказывает, и когда мужчина, например, спрашивает, сколько у нее было мужчин до него, она молчит, как партизан на допросе. Когда женщина собирает про мужчину информацию, не надо думать, что с ее стороны это просто невинное любопытство. Она хочет или нарыть на него какой-то компромат для того, чтобы можно было его завиноватить, или хочет узнать его болевые точки, чтобы потом, при необходимости, она могла на них надавить. Продолжение следует...